Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. На границе Российской Федерации и Беларуси устанавливается пограничная зона. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. День науки в год экологии. Право на денежную выплату на детей от 1 года до 3 лет подтверждается получателем ежегодно. Условия получения ежемесячного пособия на ребенка. Этой личностью, которой мы звали Чапаев Василий Иванович, исполняется 130 лет со дня его рождения. Исторический проект в детской библиотеке. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленская область попала в программу «Местный дом культуры». И уже в этом году начнут ремонт в 17 домах культуры, а еще 25 получат новое оборудование. На эти цели из федерального бюджета выделили 21 миллион рублей. Плюс областные деньги. Привести в порядок планируют как сельские, так и районные ДК. На совещании в областной администрации обсудили проблему отлова и содержания безнадзорных животных. Только за январь в адрес главы региона поступило 20 обращений от жителей области по данному вопросу. Алексей Островский поручил главному управлению ветеринарии Смоленщины взять на себя обязательства по отлову бездомных животных и решению вопросов по их передержке, вакцинации и стерилизации. Также поручено оперативно закупить необходимое спецоснащение и транспорт, а также оборудовать помещение. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. На границе России с Республикой Беларусь с 7 февраля введен пограничный режим и пограничная зона шириной 5 километров. В связи с этим введены определенные ограничения. Обратите внимание, донесите информацию до всех своих родственников и знакомых, поскольку здесь у нас взаимоотношения с Беларусью достаточно тесные, близкие и для нас достаточно естественно регулярно наведываться в соседнюю республику. Тем не менее, такой режим введен и некоторые ограничения и новый порядок необходимо соблюдать. В настоящее время продолжается работа по формированию общественного совета. До 14 февраля у некоммерческих организаций есть возможность выдвинуть достойные кандидатуры. Общественный совет формируется из трех частей. Три человека утверждаются Десногорским городским советом, три человека утверждаются главой муниципального образования и три человека утверждаются уже избранными, но вернее назначенными членами общественного совета. Для десногорских детей началась оздоровительная кампания 2017. Дети от 7 до 17 лет имеют право получить отдых и оздоровление в течение всего года, не только на летних каникулах, в тех лагерях и оздоровительных учреждениях, которые существуют на территории Смоленской области и за ее пределами. На сегодняшний день у нас уже на феврале-март есть путевки. Желающие обращаются в отдел соцзащиты, где получают всю информацию и, соответственно, путевки на отдых и оздоровление детей. Близится день вывода советских войск из Афганистана. План мероприятий уже утвержден. Традиционно у них посещение кладбища, где они возлагают цветы на могилы своих погибших бойцов, друзей. 12 февраля на базе 4-й школы пройдет второй тур инженерной олимпиады, в котором примут участие 17 старшеклассников-победителей первого тура олимпиады. Управление по делам ГОИЧС Десногорска участвует в областном конкурсе на противопожарную тематику по итогам 2016 года. В региональный центр МЧС направлены фото, видеоматериалы и газетные публикации. Итоги конкурса станут известны в апреле. Сотрудники спецроты ГИБДД на трассе Москва-Рославль-Бобруйск возле деревни Крутогорка остановили фуру под управлением 62-летнего водителя. В тягаче находилось более 15 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции и более 7 тысяч литров алкоголя. Эксперты вынесли заключение, что в бутылках находилась спиртосодержащая жидкость, не соответствующая по крепости, заявленной на этикетках. По факту перевозки продукции без маркировки возбуждено уголовное дело. 8 февраля в России ознаменован как День науки. Российское сообщество по праву занимает одно из ведущих мест на мировой арене. Его вклад в копилку цивилизации масштабен и разнообразен. Атомная энергетика – наукоемкое производство. Она считается локомотивом для развития других отраслей. Предприятий атомной энергетики сейчас насчитывается более 200. Поэтому мы уверенно разрабатываем новые модели реакторов и постепенно расширяем производство. Согласно мнению участников Всемирной ядерной ассоциации, сильная сторона России – это развитие технологий на быстрых нейтронах. Идеи, разработанные компанией «Росатом», высоко ценятся за рубежом. В настоящее время в России существует 10 действующих АЭС. Строятся энергоблоки и за границей. Реализованы проекты в Бушери и Кудан-Кулам для иранской и индийской атомных станций. Они позволяют создавать чистые, безопасные и эффективные источники энергии. В России атомная энергетика является одним из важных секторов экономики. Инспекторы Россельхознадзора при проверке грузов из Беларуси выявили ряд нарушений. При ввозе более 37 тонн мяса говядины оказалось, что ветеринарные клейма срезаны, а мясо зачищено. Кроме того, продукция находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии. В связи с этим было принято решение о возврате груза отправителю. В прошлом году в Смоленской области родилось 9542 малыша. Самым урожайным стал август. Среди дней недели – пятница. Рекордным стал год для нашего региона на рождение троин, которые родились в семи семьях, в том числе и в Десногорске. По этому показателю Смоленщина сравнялась с Воронежской областью и вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа. С 1 января текущего года вступил в силу ряд изменений в законодательство Российской Федерации. Изменились и условия получения ежемесячного пособия на ребенка. Об этом подробнее расскажет Злата Бриллиантова, начальник отдела социальной защиты населения. Государственное ежемесячное пособие на ребенка предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям при соблюдении следующих условий. Первое – это средний душевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Смоленской области. И второе условие – это обязательная занятость, в том числе трудовая, обоих родителей ребенка, либо наличие у них регистрации в качестве безработных в Центре занятости населения. Житель Дорогобужа снял на видео лису, гуляющую по городу. В интернете появилось видео от Геннадия Кононова, который стал свидетелем прогулки лисы в одном из микрорайонов города. Ранее подобный случай произошел в Смоленске, где лиса попала в объектив Евгения Хрусталева. Позже выяснилось, что этот лис знаменит среди смолян и уже обзавелся прозвищем «Толик». Родителям выпускников предлагают сдать единый госэкзамен. Эксперимент пройдет 21 февраля в районах и городских округах Смоленской области. Как сообщает региональный департамент по образованию и науке, это часть всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Смоляне могут почувствовать себя на месте 11-классников и решить задания по русскому языку. В этом году известному камдиву Василию Чапаеву исполнилось 130 лет. К этой знаменательной дате сотрудники детской библиотеки подготовили для юных читателей мероприятие. Подробности далее. Узнать о герое гражданской войны Василии Чапаеве 7 февраля в отдел периодики пришли ученики третьей школы. Для ребят был подготовлен небольшой экскурс по биографии легендарного камдива и показаны отрывки из знаменитых фильмов о нем. Все знают, что Василий Чапаев стал героем целого цикла анекдотов и шуток, которые встречаются во всех сборниках и их считают самыми смешными. Также в этот день ребятам рассказали, что камдив славился умением стратегически мыслить. И на этом основании сейчас даже созданы современные компьютерные игры. История о герое произвела на ребят большое впечатление. Когда буду по истории изучать историю гражданской войны, точно буду знать, что был такой храбрый воин, как Чапаев. Может, возьму книгу в библиотеке. И обязательно после этого мероприятия почитаю книгу об этом герое и посмотрю на выходных фильм. В этом году библиотекари из отдела периодики выбрали патриотическое направление в работе. И это мероприятие одно из запланированных. Просто знакомить наших маленьких читателей с историей своей страны. Самая главная наша задача – знать историю своей страны, должен каждый житель этой страны. Ученики третьей школы – частые гости библиотеки. Целыми классами приходят они на все мероприятия с удовольствием. С библиотеками мы давно сотрудничаем, конечно, безусловно, практически на все мероприятия, которые проводятся в рамках любых праздников. Не только праздников, день книги. Мы обязательно откликаемся на приглашение. Ребятам очень нравится. Мы чувствуем себя здесь, в общем-то, как дома, комфортно. Много полезной информации, потому что практически после каждого мероприятия, которое мы посещаем здесь, ребята могут свободно разговаривать на любую тему. Ну и знания, естественно, получают. Благодаря такому сотрудничеству наши подростки приобщаются к чтению литературы и не забывают, что у нас в городе есть библиотека. В интернет попало видео спорной ситуации. Инцидент произошел в Смоленске 30 января около 17 часов. Водитель автомобиля Ниссан едва не протаранил ехавший впереди автобус ПАЗ. Выйдя из своей машины, мужчина обрушивает свой гнев на водителя, припаркованного у обочины автомобиля. Благоразумие все же взяло верх, и потасовка закончилась лишь словесной перепалкой. И в заключении наша афиша. Областное отделение ВДПО проводит конкурсы детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь» и авторского творчества «Человек доброй воли». Конкурс, посвященный 125-летию российского пожарного общества, пройдет в три этапа. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.dfiz.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания.